Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы на картах Лиловые сумерки. Ленорманд. Проведем расклад на тему, что по судьбе, какие ошибки нужно исправить. Медведь у нас. Крабль, сердце. Мыши тоже есть. Ну, отметить надо так, что по судьбе. Что у нас по судьбе? Да, вы влюблены. Влюблены вы в очень состоятельного человека. Да, он очень успешный, богатый. Вы чувствуете сильную поддержку. Вы можете путешествовать. Ощущаете, знаете, такую радость, счастье, удачу во всех. Поездки на всякие курорты. Все дозволено. Материально обеспечен очень человек, который действительно, это мы будем говорить о женщинах. А если мужчины, тоже можно смотреть. Потому что если вы, да, вы успешны, вы влюблены, вы путешествуете. Ну, хочу сказать, для милой дамы это все связано с тем, что она не устойчиво материально. Тяжелое материальное положение. Вот такие карты, они темноватые. Это и называется «Лиловые сумерки», где мы и можем рассмотреть ситуацию такую, знаете, в абсолютном спокойствии. Хочу сказать, что может этот человек поддержать вас. Он может и морально. Где-то, конечно, надо самому или самой милой даме совершенствоваться, достигать чего-то. Может быть, с его помощью, но дело в том, что затянувшие такие отношения, да, он успешный. И, может быть, родится вот так ребенок у вас. Поэтому что-то новое, изменения надо. В то же время карты подсказывают, что да, у вас материальное нищенское положение, у вас какая-то зависимость материальная, естественно. А ключ вы можете подобрать к этому человеку и отметить надо, что да, он успешный и богатый. Но он просто любого у него видит, что вы зависимы. Но вы подбирайте ключ. Это абсолютно возможно. И это уже идет, знаете, как подсказка, как исправить ошибки. Вы не просто влюбленные, не то, что подача какая-то. А вот подберите ключ, потому что к нему, вы знаете, он может влюбиться в вас по-настоящему. У вас жизнь просто будет сад, цветущий сад. Это счастье, это успех, это будет процветание. Действительно, знаете, везение во всем. И у вас просто, а мы говорим о вас лично, у вас изменится жизнь на лучшее, на многое. А сегодня просто он на раздорожье. Да и вы так само, знаете, что-то верите, что-то не верите. Вот развилка. А вы же можете определиться. Надо, знаете, вас флирт. Вам весело. Вы ездите, вы гуляете, отдыхаете. И живете одним днем. Денег, запас у вас нет. Нету любовь, вот этот состоятельный, он повезет вас, куда вы их только захотите, куда пальчиком покажете. Но есть же вот такой, знаете, как совет, подсказка, как исправить вот такие ошибки. И тянется две карты, поэтому я их две буду. Две буду. Знаете, и дом. Вот дом. У него состояние, он даже может купить дом. Вам он может купить, у вас нищета, и вы сами себе это отрезаете. Отрезаете, знаете, такую легкость. Вот даже ребенок, он может говорить, да, вы меняетесь каждый раз, вы легкость хотите. Вы такой, знаете, полет мысли, и так можно рассуждать, и чтобы вы не отрезали. Да. И если беременность, он тоже может спекулировать тем, что родишь ребенка, тогда мы будем, тогда мы будем вместе. А так я на раздорожье, любовь и все. И пустыня в итоге получается. А вы лично ничего-то не имеете. И вот отрезается по той причине, что вот этот ключик, его надо в работу. Взять в работу. Лилия. Вот видите, карта сама говорит о том, что вы можете абсолютно быть счастливыми. А Лилия это и говорит о том, что успех, удача, это счастье. Знаете, счастье самое высокое. Где вы будете счастливы в браке, где у вас будет и любовь, и чувство, и богатство, и отношения, и дети. Все будет у вас складываться. Вот. Но есть вот такая башня. Но башня, мы видим, в этом колоде, это прекрасная карта счастья. Карта благополучия. Она вот так у вас и ложится. Видите, что вы можете ссать счастливую жизнь. То, что вы можете путешествовать и радоваться богатству. Это превыше всего то, что вы, знаете, можете получить желаемое. Желаемое. Вот. Ну, и мы видим здесь тучи. Тучи. Вы часто ссоритесь. Вы чего-то, знаете, придумываете. И вот человек уходит, знаете, двоякое мышление о вас. Вот она и раскрылась, эта карта. Любовь есть, чувства есть, да? И у вас взаимные. У него расположение очень высокое, хорошее. И он на раздорожье, потому что вы устраиваете ссоры, тучи. Но это, знаете, то, что бывает, разразится потом молния, если есть тучи, да? Поэтому хочется пожелать, что вы меньше. Вот капризы. Это тучи, знаете, типа вы капризничаете. Я то хочу потом ревность какую-то. Ну, да. Вы же общаетесь с человеком. Вы его не знаете. Он не знает. Вы не можете его задавить своим всем. И он не может. Вам не нравится, когда он вам диктует, да? Точно так же и ему. Поэтому ревности, проверять там всякие смс-ки, потом еще что-то. Не накручивайте себя. Не залазьте в его конфиденциальность, пока вы не имеете на него никакого права, чтобы не разрушить. Вот эти чувства. У вас счастье, знаете, бесконечное просто. Начало карту брать. Да. И вот видите, как кресты мы видим, как свечение такое. Вот то, что может по судьбе идти. Счастье. Карма. И она может быть хорошей картой, потому что излучает, мы видим, солнышко. Там вдали есть солнце. Это не мрачная карта. Ну, это как карма, как судьба идет. И ее надо пройти. Вот надо потерпеть. Потерпеть. Карта говорит, потому что там мы видим, что солнце не темень. Поэтому, пожалуйста, надо, знаете, где-то терпение проявить. Помните, что вот и богатство, и дом, и у вас такая нищета. И вам надо где-то потерпеть, решить вопрос. Но есть у вас отношения, а он состоятельный, а он еще и холостой. Да, может, он пусть купит хоть квартиру, дом, потому что это светит. А вы вот капризы всякие там заявляете и отрезаете вот это все. Букет. Конечно. Букет. Карта. Это счастье. Это то, что взаимная любовь, счастливая жизнь. Ну, букет, это цветы, это радость, это процветание, это изобилие, это и душевные равновесия, это и материальные, и моральные. И какое хочешь. Сейчас есть здоровье. Когда есть вот. Одна только у нас карта. Очень нехорошая. Вот эти мыши, это такая чепуха, будем говорить. Потому что вы можете исправить ситуацию. Вы можете даже попросить и не стесняйтесь купить дом или же жилье вам личное. Потому что башня, отношения есть, можете с ним построить. Но всегда для гарантии хочу вам посоветовать, чтобы вы все-таки позаботились о себе. И давайте карты совет. Три штуки. Звезды. Говорят, подождите чуть-чуть. Вот немного. Потерпите. Будет все хорошо складываться. Сейчас еще одну мы будем смотреть. Потерпеть надо. Точно счастье будет. Только надо потерпеть. Да. И вот садник. Это то, что известие придет. Это может смс. Это предложение. Замуж. И вы, как видите, на замужество такая прекрасная, сказочная, волшебная дама, которая просто на такой уверенной лошади. Уверенность получите в жизни. Поэтому надо просто проявить, знаете, такое действительно терпение и спокойствие. Именно карта говорит. Потому что если на раздорожье, значит, надо время сделать выбора. Правильно я сказала? И вот. Теперь еще одно. Змея. Потерпите коса змея. Змея. Это кто-то хочет и кто-то умешивается в вашу жизнь. Поэтому, пожалуйста, обязательно надо и карму свою почистить. И позаботьтесь о том, чтобы влияния какие-то на вас не были. Магические. Змея. Это может быть мужчины. Или же бывшая жена. Она не хочет, чтобы он женился. Потому что она деньги от него получает. Видите? Опасайтесь такой. Держитесь. Потому что ему же мешает она в жизни. И ему сложно. Раздорожье, карта, попала, развилка. Это то, что ему все время идут какие-то препятствия. Если вы будете ругаться, там карта показала, что вы на пустом месте можете бурю в стакане замутить. И получается так, что ему очень сложно. Он думает, да это такая же самая фурия. А что такое фурия? В толковом словаре вы увидите. Это злая, коварная женщина. Не надо быть такой. А надо подойти, знаете, с уважением, с любовью. Вот такой вы будете прекрасной. Вы королевой будете. И хочу сказать, что всадник это хорошее всегда известие, хорошее событие. А вы уже узнали сейчас для себя. И, конечно же, на такой карте я не хочу закрывать этот расклад. Я буду еще взять. Еще надо бы одну. Да, вот сплетни. Всякие переговоры, обсуждения, подружки ваши. Меньше рассказывайте подругам. Потому что может даже быть так, что как неудивительно, что кто-то из подруг завидует. Делает даже порчу. Ненавидит. Злится. Распускает слухи. Да. И вот. Всякие пересуды. И вы их даже боитесь. Этих пересудов. А язык у вас, ну как, хочется же. Так и выскакивают эти добрые, красивые слова. Что у меня вот такой мужчина радость переполняет. Естественно, успех. Удача во всем. Все складывается. Ну вы еще, знаете, на пустом месте практически стоите. И его держите на развилке. Кто-то из ваших подруг может вам сказать. Я видела там с кем-то, с тем-то. И вы уже в ухо на востро и пошла. Выяснять отношения. Не выясняйте отношения. Вы ему еще никто. Он вам никто. То вот когда уже вы совершенно абсолютно будете определяться. Когда вы уже вместе. И то надо быть, знаете, осторожным. С уважением каким-то. С подходом таким. Потому что лилия сулит счастье. Счастливую жизнь. У вас карты прекрасные. Ключик в ваших руках. Ключ выпал. И состоятельные будете. И успешные. И там же любовь есть. Сердечко выпало. Оно просто поет. На нотах прямо нарисована. Так красиво в этих картах лиловые сумерки. Это то, что счастье. Это то, что процветание. Выходите с этих сумерков на ясное солнышко. Живите счастливо. Вот это пересуды. Не делитесь ни с кем. Они не будут обсуждать. Вы не будете тревожиться. Потому что здесь и тревоги. Кому-то вы сказали. Поделились. Сердце болит. Душа болит. Скорее всего. И вот здесь вы и попадаете. Как в ловушку какую-то. Начинаются ссоры. Где ссоры никто с вами не будет дальше. Тем более даже семьи распадаются на этом фоне. Не надо разрушать. Нам-то ссор здесь дать. Так вот я вам и желаю, что будьте счастливы. Букет есть. Все есть. Не отрезайте собственными руками. Не придумывайте каждые новые события какие-то. Не уничтожайте те отношения. Вы будете успешны, богатые, счастливы. Дом будет. Любовь, счастье будет однозначно. А я вам этого искренне желаю. Будьте счастливы и успешны в этой жизни. Милые дамы. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Заходите. Пишите свои комментарии. И не забывайте поставить лайк. А также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Пока, мои любимые. Субтитры сделал DimaTorzok